Ликвидировать контрафакты и контролировать оборот. Задачу в короткие сроки навести порядок на рынке алкогольной продукции поставил губернатор на расширенном совещании в режиме видеоконференции. Мероприятие в таком формате прошло впервые. На связи с правительством региона все районы области приняли участие общественные советы. Всего порядка 7 тысяч человек. В Самаре центральной площадкой стал спорткомплекс МТЛ-арена. В своем выступлении губернатор особо подчеркнул, что из-за нелегального оборота алкоголя страдают в первую очередь люди. Только за первые 6 месяцев этого года зарегистрировано 1200 случаев отравления контрафактом. 159 с летальным исходом. Это больше, чем гибнет в ДТП и прочих происшествиях. Показатели Самарской области самые высокие в ПФО. Задачу разобраться с продажей неучтенного алкоголя губернатор поставил еще в своем послании. Областной бюджет из-за нелегального оборота недополучает ежегодно 3-4 миллиарда рублей в виде акцизов. Бороться с незаконной реализацией спиртного помогут и общественные советы микрорайонов. Они наделены соответствующими полномочиями и лучше владеют информацией на местах. Помогут и новые законы, ужесточающие ответственность за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. Они вступают в силу 1 сентября. Я еще раз хотел бы, что услышали все. До 8 лет тюрьмы у нас многие продавцы алкогольной продукции, они не знают, у них марка поддельная или не поддельная. Им везут там откуда-то, да? Вот даже эти проверки наши показали, что ряд из них работают на поддельных марках. И эти марки найдены, что год-полтора назад эта водка по этим номерам продана давно. Давно продана. И они продают с этими акцизными марками до 8 лет тюрьмы новый закон. Отчеты к главе региона будут поступать еженедельно. Будет работать и специальная комиссия, чтобы точно знать реальное положение дел. Как отметил руководитель области, он готов освободить от должности каждого главу району, допустившего злостные нарушения.